Рома, какая у нас с тобой красивая книжка. Называется Тайна маленького мышонка. Рождественская тайна. Да, Рома? Ой, какая красивая книжка. Да, Рома, скажи? Ой, какая красивая книжка издательства Абрикос. Да, Рома? Еще нам положили такую визитку. Называется Клуб Вимбельбух. Да, Рома, как интересно. Издательство Абрикос. Ой, какой красивый мышонок. На Южном полюсе живет Санта-Клаус. Он живет со своей женой, миссис Клаус. Она помогает дедушке Санта-Клаусу разобраться во всех детячих письмах. Рома, от большой любви. Да, Рома? Она помогает дедушке Санта-Клаусу разобраться во всех детячих письмах, их желаниях и составить для него маршрут по всем уголкам земли. Да, Ромочка? Чтобы все-все-все-все детки на земле получили в новогоднюю ночь подарки. Да, Рома? Не приближай, а лучше шуршать будет просто. Вместе с Санта-Клаусом живут эльфы. Давай их посчитаем. Один, второй, третий, четвертый. Нет, подождите. Их так много, что их всех не сосчитать. Их так много, и их всех не сосчитать. Один эльф мишку зашивает, один подарки укладывает, один запаковывает. Они все трудятся каждый день, чтобы у всех деток были подарки на Новый год и Рождество. Да, Ромочка? Ой, какая интересная книжка, да, Рома? Тут же рождественские олени и олень Рудольф. Да, Рома? Но есть одна тайна. В подвале у Санта-Клауса живет маленький рождественский мышонок. У него свой бубиночек, свой домик и свой секретик. Никто не должен знать, даже Санта-Клаус. И ты никому не говори. Да, Рома? Эльфы очень стараются, делают игрушки, пекут печенье и запаковывают в подарки. И когда со стола падает золотинка от подарка, машинка игрушечная или золотинка, мышонок все это подбирает, да, Рома? Мышонок все это подбирает и несет себе в коморку. Собирает в большой мешок, упаковывает красиво. Потому что все мышки на земле, все маленькие мыши, мышата на земле тоже хотят получить подарок от своего мышиного Санта-Клауса, рождественского мышонка. Он их красиво упаковывает в шматочки, в кусочки красивой бумаги. Подарок тебе, да? Вот мышонок сидит на большом-большом мешке с подарками, которые он сам сложил. Он, труженик, как эльфы, все подобрать, все распаковать, распределить для каждого мышонка, да, на планете? И ждет 24 декабря, потому что 25 декабря в ночь Санта-Клаус полетит поздравлять всех-всех деток. А мышонок оденет шапочку, шарфик, возьмет большой мешок и тоже вместе с Санта-Клаусом в санях полетит поздравлять всех-всех-всех мышат на планете. Надо быть очень осторожным, потому что у Санта-Клауса очень большие сапоги, просто гигантские. Да, и копыта очень тяжелые у оленей. Да, Рома? Хо-хо-хо-хо, говорит Санта-Клаус. И олени поотправляются в полет над крышами. А среди мешков с подарками в санях Санта-Клауса прячется маленький-маленький рождественский мышонок со своим мешком с подарками. Санта-Клаус заходит в дома, кладет в носочки для подарков, подарки для детей, а маленький мышиняк кладет подарки в домики. Мышек в домах людей, вот мышки вокруг елки, тоже справляют Новый год, да? Мышки справляют Новый год, да, Рома? Мышки справляют Новый год. Вот они как радуются и открывают подарки. Да, как они радуются. А мышонок не видит этого, не заходит к ним на праздник, потому что ему надо спешить к другим мышкам вместе с Санта-Клаусом в другой дом, к другим деткам и мышкам. И так вся ночь, да, Рома? А потом, когда Санта-Клаус возвращается к себе домой, к миссис Клаус и засыпает после тяжелой ночи, когда он облетел всех-всех деток и поздравил, мышонок приносит ему маленькое печенье в виде сердечка на подушку, чтобы поздравить Санту, дедушку, да, с Новым годом и Рождеством. Никто не знает про тайну мышонка, он идет и ложится спать в свою коморку, а все-все мышки радуются его подарком. Да? Ну, возможно, все-таки Санта-Клаус знает о нем, потому что каждое утро мышонок находит под своей дверью печенюшки, которые оставил Санта-Клаус. Санта-Клаус ночью вставал, подходил к коморке мышонка и сказал спокойной ночи и счастливого Рождества увидимся в следующем году. Вот такая красивая книжка у Ромы. Рома по почте получил на Рождество, да, Рома? Какая красивая книжка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова